Малого предпринимательства Не имеющих базового высшего образования в области управления малым предприятием Начиная с 2009 года губернаторская программа корректируется И рассчитана уже на категорию среднего предпринимательства Это ток-шоу «Бизнес-среда» и я, Татьяна Таланова Губернаторская программа подготовки управленческих кадров Сегодняшняя тема заседания клуба Знакомьтесь, наши эксперты Ирина Владимировна Мишурова Заведующая кафедрой антикризисного и корпоративного управления Доктор экономических наук, профессор Татьяна Юрьевна Синюк Заместитель декана факультета менеджмента и предпринимательства по науке Кандидат экономических наук Доцент кафедры антикризисного и корпоративного управления Алексей Осипов Выпускник 2017 года губернаторской программы подготовки управленческих кадров Наталья Горова Выпускник 2017 года губернаторской программы подготовки управленческих кадров Активная поддержка предпринимательства позволяет Донскому региону сохранять лидирующие позиции по количеству субъектов малого и среднего бизнеса Так, по официальным данным, на начало 2017 года в Ростовской области насчитывалось порядка 170 тысяч малых и средних хозяйствующих субъектов А это шестое место в стране после Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Московской и Свердловской областей В зависимости от складывающихся экономических реалий, губернаторская программа меняется И поэтому является привлекательной для тех, кто в будущем хотел бы себя реализовать в предпринимательской сфере Как вам это удается? Ну, в первую очередь, это удается благодаря тому, что постоянно ведется обратная связь По итогам проекта проводится опрос удовлетворенности учебным планам и качеством преподаваемых дисциплин Кроме этого, естественно, мы мониторим рынок Ростовской области И рассматриваем те тенденции, которые происходят для с тем, чтобы своевременно корректировать то, что является содержательной частью программы Ирина Владимировна, насколько мы знаем, вы были у истоков губернаторской программы Подскажите, как все начиналось? В 2003 году, как вы уже сказали, по инициативе губернатора была разработана Ростовским государственным экономическим университетом РИНГ Концепция данной программы, учебный план И в 2004 году начался набор на первый выпуск, который и состоялся в 2005 году Что произошло за эти годы? За эти годы количественно увеличилось число участников данной программы Она двинулась в регионы и реализовывалась в Ростовской области, в таких городах, как Шахты, Новошахтинск, Волгодонск, Матвеев-Курган, Миллерово, Таганрог Кроме этого, я бы отметила и такие тенденции, связанные с состоянием экономики С тем, что у нас наши уважаемые руководители и специалисты, обучающиеся в проекте Они активно стали рассматривать такие сферы деятельности, как производство В особенности последние годы, когда стало, я бы сказала, и модным, и актуальным импортозамещение Наши уважаемые слушатели, и в том числе присутствующие здесь Активно разрабатывают стартапы, связанные с производством По вашему мнению, как вы думаете, как вы держите вот так долго эту планку? Как вам удается реализовывать все это? На мой взгляд, мы получаем обратную связь не только посредством анкетирования Но и в процессе самого занятия, мастер-класса Когда сам слушатель предъявляет новые требования Давая нам понять, что необходимо раскрыть более тот или иной аспект Соответственно, тогда мы принимаем решение коллегиальное о том Что, возможно, целесообразно ввести тот или иной формат Либо это мастер-класс, либо это полная дисциплина Прежде чем вводить полную дисциплину, пробуем, конечно же, формат мастер-класса Получаем обратную связь, смотрим, насколько это актуально и востребовано И тогда уже модернизируется учебный план в целом Цели проекта – это подготовка нового поколения Профессиональных кадров для сферы малого и среднего бизнеса Повышение образовательного уровня предпринимателей Ваши мотивации при поступлении Прежде всего мы ставили перед собой задачу повысить качество управления Это необходимо для того, чтобы в условиях текущей конкуренции По крайней мере в нашей отрасли Занимать лидирующие позиции Это невозможно без постоянного обучения Поэтому нами было принято решение Обучиться по губернаторской программе Получить новые современные знания Пообщаться с другими людьми, которые находятся, возможно, в такой же ситуации Получить от них обратную связь Как у них обстоят дела Как они планируют развиваться дальше Получить помощь у преподавателей То есть хотели сообщества, некого комьюнити В котором мы могли бы пообщаться с людьми, с другими И понять, как у них дела идут тоже Наталья, каковы были ваши мотивации? У меня была такая двоякая цель Прежде всего я работаю в сфере масс-медиа и маркетинга И наши клиенты – это именно предприниматели зачастую То есть мне было важно понять Каковы их насущные задачи, проблемы Какие вопросы перед ними стоят Просто для того, чтобы лучше делать свою работу Это первая задача Вторая задача – это наша компания Это тоже частная компания Это бизнес, который подчиняется всем законам бизнеса Соответственно, знания, которые я получила В рамках губернаторской программы Могут помочь нашей компании стать эффективней, успешней Лучше справляться с текущими задачами И в постоянно меняющихся условиях Потому что рынок – это живая система Все очень сильно меняется И я считаю, что программы, подобные губернаторской программе Нужно проходить периодически, чтобы быть в курсе последних тенденций Сегодня у нас в программе гости Выпускники губернаторских программ Губернаторские программы разных лет Подскажите, кто из вас хочет сказать Какие мотивации были у вас при поступлении Пожалуйста, представьтесь Елена Игнатенко, город Зерноград Выпускница 2017 года Я вам хочу сказать, что я постоянно езжу на различные тренинги, семинары И мне было с чем сравнить, когда я пришла на эту программу Я хочу сказать, что соотношение цена-качество Вот именно того материала, который дается на этой программе Его в Ростове не дает никто Вот я просто первые занятия Я ехала домой и плакала горькими слезами Сколько денег я вывезла на другие эти семинары Потому что, ну это невозможно Просто такой профессионализм Такой уровень преподавания Такого нету нигде И по поводу обратной связи я хотела еще добавить Я очень тщательно заполняла анкеты По поводу каждого преподавателя Потому что вот я сама из области И мне приходилось тратить весь день на это все Чтобы в субботу поехать на учебу Предприниматели это те люди, которые настолько ценят свое время И такую дают обратную связь, что не развиваться эта программа Она просто не может Здесь такой толчок дается, что нету шансов И я очень надеюсь, что вы плакали от счастья Когда ехали на данную программу Скажите, у кого еще есть что сказать? Анна Селиверстова, коммерческий управляющий И предприниматель одновременно На самом деле любому предпринимателю Очень вредно жить в зоне комфорта И даже исключительно эта мотивация Большинства студентов Взаимное общение Предприниматель это не вполне нормальный человек Он по жизни влюбленный Влюбленный в свое дело И очень редко находит какую-то отдачу в семье И вот среди обычных друзей Круг общения предпринимателей Когда вместе мы что-то творили Совмещали свои идеи В какие-то общие Прям вот синергии Знаете Рождалось что-то большее Чем 1 плюс 1 равно 2 Вот исключительно даже Чтобы выйти из зоны комфорта И сделать еще один шаг Потому что предпринимательство Тоже рутинно И каждый человек предприниматель Он с одной стороны творец Он хочет чего-то Но рутина затягивает Потому что это огромный пласт работы И почти все ты делаешь сам Поэтому вот как минимум Нужно периодически Вот всем рекомендую И на губернаторскую программу В первую очередь пойти Малый и средний бизнес в Ростовской области Это прежде всего микробизнес Поскольку 97% юридических лиц И индивидуальных предпринимателей Имеют статус микропредприятия Это 500 тысяч рабочих мест Он занимает ключевые позиции На рынке бытовых и туристических услуг И общественного питания Субъектами малого и среднего предпринимательства Формируется более половины Областного оборота оптовой и розничной торговли Свыше 45% валовой сельхозхозяйственной продукции Значителен его вклад в строительный сектор И в транспортных перевозках Несмотря на то, что только 16% промышленной продукции В области отгружается субъектами Малого и среднего предпринимательства Отдельные виды продукции в области Производятся только малыми предприятиями И индивидуальными предпринимателями Какие направления более востребованы Сейчас у предпринимателей? Конечно, структура слушателей губернаторской программы В значительной степени повторяет реальную структуру Озвученную вами Малого, среднего и, конечно же, микробизнеса В нашей региональной экономике Но я хотела бы еще раз подчеркнуть Идет позитивный тренд Если традиционно доля производственных Малых предприятий была относительно низкой Это, кстати, и во всем мире происходит То сейчас она значительно увеличивается И как раз этот тренд Он начался в 2016 году И сейчас он развивается И показателем это являются Очень интересные проекты Разработанные нашими слушателями Первые годы Именно правительство Ростовской области Говорило о том, что Те или иные отрасли Имеют преимущество при поступлении В настоящее время это нет Но, с другой стороны Именно в учебном году В 2016-2017 В рамках губернаторской программы Реализуется отдельная группа Связанная с крестьянско-фермерскими хозяйствами И сельхозпроизводством То есть это уже говорит о ее приоритете Для них создан несколько другой учебный план Немного иной формат обучения Это говорит о значимости данной сферы Для экономики Ростовской области Скажите, пожалуйста, как осуществляется конкурсный отбор? Ну, традиционно конкурсный отбор Осуществляется Исходя из формальных критериев То есть наши уважаемые предприниматели Должны соответствовать Федеральному закону О развитии малого и среднего предпринимательства То есть относиться к этой сфере деятельности Кроме этого У них должно быть Законченное высшее Или среднеспециальное образование Но дополнительными критериями Является это их мотивация к обучению То есть желание достаточно долго И активно участвовать в проекте Как вам удавалось осуществлять Работу, руководящую должность Работу вашу и учебу? Соединять вопрос ко всем Ну, соответственно, к нашим спикерам Подскажите, как вы это все сочетали? Хотелось бы отметить Удобство губернаторской программы Потому что есть несколько вариантов обучения В частности, мы проходили обучение По дистанционному методу Который подразумевает под собой Присутствие на лекциях и практиках В выходной день в субботу Что является для нас приемлемым И это никак не отразилось На нашем рабочем процессе А наоборот, выходя в понедельник на работу Можно было уже начинать анализировать И внедрять какие-то новые полученные знания Поэтому... А только лишь дистанционное обучение В этой программе? Дистанционное Это представит как раз Алексей Потому что он из города Таганрога Слушатели выбирали самостоятельно Вечернюю форму или дистанционную форму обучения Я просто хотела добавить Алексея в каком отношении Вот он поступил как настоящий Современный руководитель Он не пошел учиться в программу Единолично Взял свою команду То есть одновременно с ним Учились и финансовый, и коммерческий директор То есть они вчетвером учились И когда выбирали проблематику Для выпускных квалификационных работ Были рассмотрены разные сферы С тем, чтобы усовершенствовать Всю систему управления Поэтому разрабатывалась система бюджетирования Сбалансирована система показателей Ключевых показателей эффективности Вот это тот самый синергетический эффект Который может быть достигнут Именно при такой форме обучения Спасибо большое А теперь прервемся на рекламу Это ток-шоу «Бизнес-среда» И я, Татьяна Таланова Приоритет развития предпринимательства В Ростовской области Это с одной стороны реализация установок Президента России С другой, следствие особенностей Нашего экономического уклада Южного социума Особенностей нашего природного потенциала Где большая часть ресурсов Может быть в современных условиях Эффективно использована Именно для развития малых фор хозяйствования И в различных отрастях Губернаторская программа подготовки Управленческих кадров Говорим об этом с нашими экспертами Чем заканчивается обучение По губернаторской программе? Обучение заканчивается защитой выпускных работ И, на мой взгляд, это гласный результат проекта Потому что здесь они показывают Насколько они могут применить Полученные знания в реальной своей практике Поэтому выбор темы Связан с сегодняшним проблемным полем организации Если это развитие То это может быть и стартап И совершенствование какой-то подсистемы предприятия Это не обязательно диверсификация Уход в другое направление деятельности И вот это чрезвычайно важно Увидеть, что происходит сейчас В малом-среднем предпринимательстве На защитах это легко И понятно для всех присутствующих Татьяна Юрьевна, подскажите Какие вам работы запомнились больше всего? Можно 2017 года? Можно и 2016 Вот у нас сидит, например, Владимир Григоренко У него есть личные успехи Он стал заниматься бизнесом, насколько я знаю И удачно, и позитивно Очень успешный опыт Мы, наверное, можем сказать, что и мы к этому руку приложили Потому что до этого он не занимался бизнесом Стартап в чистом виде Есть крупномасштабные проекты Строительство заводов, например, по сои Потом по переработке зерна По складской логистике зернохранилища Есть небольшие проекты Развитие швейного цеха Вот у нас сидит Лена Игнатенко Его представитель Это для нее была насущная проблема Я надеюсь, что она ее решит И мы помогли ей в этом Королиководческая ферма Да, то есть выделить кого-то отдельно Одного невозможно То есть есть прекрасные стартаперы И есть действующие бизнесмены Например, вот Миша Арифолин Сидит у нас здесь в зале Мы с ним поставили конкретные цели, задачи И я надеюсь, что они будут решены Спасибо Вот сейчас мы и спросим Скажите, пожалуйста, что же вам дала губернаторская программа? Григоренко Владимир Я выпускник 2016 года До губернаторской программы, скажем, не занимался бизнесом Больше был наемным сотрудником И благодаря губернаторской программе Это вот знаниям и навыкам Я реализовал проект в этом году Создал детский языковой лагерь С преподавателями из Америки, из Франции В настоящий момент лагерь проходит на Азовском море В Ростовской области Благополучно Дети отдыхают со всей России Даже из дальних таких уголков, как Сургута, Архангельска и Якутия Спасибо губернаторской программе Спасибо вам большое Кто еще хочет сказать? Давайте я скажу Пожалуйста Алифулин Михаил, выпускник 2016 года Как верно сказала Татьяна Юрьевна Огромное ей спасибо Мы вместе разработали концепт развития действующего предприятия Нашего нам уже почти 4 года На губернаторскую программу пришел Для того, чтобы систематизировать те знания Которые любой предприниматель, наверное, имеет Но если ты раньше нигде ничему не учился Я имею в виду в плане бизнеса То все у тебя в голове хаотично Сюда ты приходишь, тебе дают системное образование Тебя учат менеджменту, маркетингу и так далее Огромное спасибо Благодарен Будем внедрять Спасибо вам Вы хотели сказать Я хотела сказать, что помимо знаний и систематизации Как правильно сказали Мы получаем огромный нетворкинг И вот у меня много друзей, которые прошли уже эту программу Они говорят Алена, туда стоит идти только ради того, чтобы прийти на защиту дипломных работ Говорит, это самая вообще сильная вещь Вот именно в конце программы послушать, как все защищают свои работы Потому что там такие идеи, до которых ты даже вообще мог бы никогда не додуматься И вот это вот сплочение и объединение вот этих всех умов Мыслящих в одном направлении Это вот самая сильная такая мощь, которая вот движет нашу Ростовскую область на лидирующие позиции Мозговой штурм это очень важно на самом-то деле И полезно, эффективно Еще что-то, кто-то, пожалуйста Ирина Владимировна очень верно отметила Предприниматель должен знать все И системный подход, да, это ключевой момент Вот мы вроде бы все знаем и даже действуем А когда ты приходишь и у тебя твои умозаключения, да, ложатся на теорию Оказывается, кто-то до этого об этом уже писал Да, и становится вроде бы и спокойнее, что все-таки ты идешь в правильном направлении А касаемо выпускной работы у меня было прям слабое звено мое, да, это маркетинг И вот я писала маркетинговую стратегию с очень сильными преподавателями И большой стимул от этого появился То есть когда ты знаешь, что у тебя есть какой-то недостаток, да, такой легкий Тебе страшно начинать То есть теперь у меня маркетинг самое сильное в моем предприятии Вы нашли практическое применение Да, да, то есть мне не хватало хорошей маркетинговой стратегии Разработанной под чутким руководством очень опытных преподавателей И теперь я уже спокойнее буду, в принципе, внедрять юнистерство Вы разработали маркетинг непосредственно под ваш бизнес Да, для своего действующего бизнеса Отлично А я хотела бы, чтобы еще Алексей рассказал о своей бизнес-регии Я с удовольствием хотела бы сказать Потому что это очень оригинальная идея Алексей В губернаторской программе мы учились командой Поэтому мы разделили нашу деятельность на два направления Первое из них было это создание нового стартапа По обследованию сельхозугодий для товаропроизводителей И второе это внедрение системы сбалансированных показателей Как сказали наши преподаватели, это высший пилотаж менеджмента Вот данная система на нашем предприятии реализована уже на 70% За какой период? За 5 месяцев То есть она была разработана На данный момент мы находимся в стадии спускания мотивации на сотрудников То есть мотивация, каждый сотрудник привязан к ключевому показателю Это не только финансовый показатель Это также показатели, связанные с клиент-ориентированностью компании Поскольку мы оказываем услуги, для нас это более важно, чем деньги Также огромное количество других параметров, которые до этого для нас казались незначительными Надеюсь, что внедрение данной системы сбалансированных показателей поднимет наш бизнес на новый уровень Надеемся, будем ждать и посмотрим из результата Подскажите, пожалуйста, вам что? Я бы еще хотела добавить, что, ну вот, обобщая, наверное, все сказанное Хотела бы сказать, что губернаторская программа очень сильно раздвигает границы в голове Когда ты варишься в собственном соку в рамках своего бизнеса Ты просто понятия не имеешь, что есть какие-то другие направления, что есть другие бизнес-идеи И вот ты как раз-таки благодаря тому, что очень много разноплановых дисциплин, которые включены в программу Ты начинаешь понимать, что, оказывается, можно и туда пойти, оказывается, что можно сделать вот так Оказывается, что можно применить вот этот метод И остается только выбирать из этого огромного разнообразия И действительно, не случайно у людей, у учеников, у участников рождаются новые идеи по факту У нас тоже есть новая идея, мы запускаем новые направления Сейчас над ним работаем, так что результат есть определенно Спасибо преподавателям, спасибо программе В завершении программы хотелось бы попросить, спросить Несколько напутствующих слов тем, кто нас смотрит Пожалуйста Я хотела бы сказать, приходите, конечно же, учиться к нам в бизнес-школу На губернаторскую программу Потому что это не только полезно, это невероятно интересно Это мотивирует дальше работать и жить И это дает возможность новых найти партнеров по бизнесу Еще важнее может быть друзей по жизни Спасибо, пожалуйста Мне бы хотелось добавить, что наша программа поможет вам решить проблему То есть, если она у вас есть, вы не останетесь с ней как управленец наедине Вы обязательно найдете отклик И, как говорят наши выпускники, что преподаватели отдадут свою душу для того, чтобы решить вместе с вами вашу проблему Не оставив ее нерешенной Приходите, и мы будем вас рады видеть и ждать Спасибо вам большое Уважаемые гости Спасибо, что пришли на нашу программу Ждем вас в следующий раз Стремление получить дополнительные знания и навыки Характеризует выпускников программы как целеустремленных людей Именно такие кадры остро нужны экономике Ростовской области Мы все заинтересованы в укреплении позиций южного бизнеса Росте его конкурентоспособности Участие в значимых для социально-экономического развития региона проектах Лучшие бизнес-проекты выпускников программы отличаются высокой эффективностью, быстрой окупаемостью и тщательностью проработки бизнес-идей В целом, более 60% разработок, представленных в выпускных работах, связаны со стратегией расширения своего бизнеса Что позволяет создавать новые рабочие места А в дальнейшем увеличивать налоговые поступления в бюджеты всех уровней Только постоянно образовываясь, можно достичь поставленных целей и реализовать свои амбиции Это ток-шоу «Бизнес-среда» С вами была Татьяна Таланова Смотрите нас, и бизнес станет понятным Самая модная одежда от молодых дизайнеров всего мира Concept Store Tata Своя атмосфера для самых стильных Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok